Баскетбольная команда Нинецкого автономного округа среди школьных команд недавно вернулась с суперфинала школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет 2014-2015, где заняла почетное седьмое место. О том, какое это значение имеет для наших спортсменов и о том, как обстоят дела с баскетболом, мы сегодня будем разговаривать с председателем Федерации баскетбола в Нинецком автономном округе Владимир Валерьевичем Рочевым и игроком команды «Полярные совы» Ярослав Ерохин. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Валерьевич, первый вопрос. Вот Кэсбаскет, сколько существует этот чемпионат, какое он значение имеет и за весь период его существования нашей команды чего могли уже добиться? Ну, в нашем регионе чемпионат проводится уже четвертый сезон. В следующем году мы надеемся, что мы отпразднуем пятилетие существования этого проекта на территории Нинецкого автономного округа. Сам чемпионат уже ведется на протяжении порядка девяти-десяти лет. Конечно, когда мы начинали первый сезон, были небольшие трудности в плане подготовки, проведения мероприятия, поскольку у нас проводились ежегодные соревнования среди школьных команд в регионе, у нас система была выстроена. Ну и вот этот общероссийский проект дал новый толчок, новый импульс в развитии баскетбола, особенно среди подрастающего поколения. То есть дети более охотно занимаются в секциях баскетбола в нашем регионе, кто-то занимается на базах школ. Ну, следует отметить, что в первый же сезон к нам приезжали известные в мире баскетбола люди Сергей Белов, Светлана Антипова, Алексей Фролов. Это руководитель проекта. И постепенно этот проект как бы начал набирать свой ход на территории нашего округа в взаимодействии с окружным управлением образования, в содействии с Дворцом спорта Норд, с Федерацией баскетбола, ну и непосредственно с этой организацией Кэсбаскет. Постепенно мы начали отправлять на финалы Северо-Западного федерального округа своих участников. То есть команда-победитель регионального этапа у юноши, регионального этапа у девушек, отправляется на финал Северо-Западного федерального округа. До последнего времени трудно было как бы громко о себе заявить, поскольку многие занимающиеся, например, в том же Дворце спорта Норд, или там в дюж-поселке Искатели, или в дюж-старт, занимались в различных школах. То есть здесь же команда-победитель именно школы. Ну постепенно как бы ситуация так обрисовалась, что сформировались коллективы среднего звена, которые вот впоследствии, вот как сейчас, дали результат. Первые годы выступлений наши юноши возвращались первые два сезона с предпоследними местами, занимая почетное седьмое место, только не как сейчас на Суперфинале, а на финале Северо-Западного федерального округа. Это была в первый сезон команда школы-поселка Искателей, второй сезон это была команда школы номер один. Девушки тоже так же не особо удачно выступали, занимая практически всегда последнее место. В прошлом году ребята, которые вот занимаются на протяжении уже нескольких лет в одной группе, подтянулись и из среднего звена потихонечку вышли в старший возраст, то есть уже более стали конкурентоспособны. Поскольку здесь по регламенту нет возраста, то есть команда может стоять как с пятиклассников, так и с одиннадцатиклассников. Понятно, что финалы как федеральных округов, так и, понятно, уже суперфинал выходят. Ребята, которые прошли всю школу баскетбола, то есть они отучаствовали в первенстве России многие годы, а в одиннадцатом классе они играют все дружно в кэсбаскете. То есть вот ребята в том году уже вышли в девятый класс, они в девятом классе занимались, и было два одиннадцатиклассника, три вернее даже, с первой школы. Они достойно довольно-таки выступили на СССР, но заняли четвертое место тогда, а путевок на суперфинал было три. Девушки четвертой школы были вот уже как раз одиннадцатиклассницы, они достойно тоже выступили на Северо-Западе, заняли шестое место, но, к сожалению, вот команда ушла, возраст ушел. И вот уже в этом сезоне, в этом сезоне ребята уже вышли в десятый класс, повзрослели, поматерели, набрались опыта. Летом были проведены тренировочные сборы, ребята ездили в Подмосковье, получили практику на определенных турнирах, съездили в Ухту на турнир, съездили на область, сыграли там, тоже везде вполне достойно выступили, но это все шло в программе подготовки именно к выступлению на Северо-Западе, вот, к Эсбаскет. Поехали, когда мы на Северо-Запад, мы, конечно, волновались, в том числе эти дети уже у меня занимаются не первый год, те, которые дали в итоге результат. Мы готовились, серьезно готовились, ну, и в итоге на Северо-Западе заняли второе место, которое дало нам путевку на суперфинал. В этом году квота от Северо-Запада составляла две команды, ну, в эти две команды мы и попали. Пока в группе, обыграв в Ленобласть, в упорной борьбе одно очко, и обыграли команду из Республики Коми, но там борьбы не получилось особой, вполне уверенно выиграли. После этого мы вышли с первого места в группе в финальную тройку, где должны были сыграть с командой Санкт-Петербурга и с командой из Архангельской области, из города Вельск. Город Вельск мы довольно уверенно обыграли с разницей практически в 30 очков, и уже в скрытом финале, ну да, финал получался, потому что команда из Санкт-Петербурга обыграла Вельск. Мы встретились с командой гимназии Санкт-Петербург, ребята, которые занимаются всем составом дружника Василия Островской детской и юношеской школы Олимпийского резерва. В упорной борьбе мы уступили два очка на последних секундах. Немножко нарушили игровую дисциплину, ну, по крайней мере, мы завоевали почетное место, блин, грежи, кубками, медалями, и получили путевку на суперфинал. Ну, я сейчас хочу вопрос задать Ярославу. Ярослав, вот настроение внутри команды, допустим, прошли вы региональный этап, и вот сложность, где больше всего соперники доставили вам неудобств? На каком этапе, и как вот настраивал вас тренер вот в этих играх? Потому что у вас много игр прошло, с разницей всего лишь два мяча, два очка, да? То есть вы где-то проиграли, где-то выигрывали. Это уже непосредственно на суперфинале. Это суперфинале было. На суперфинале. У нас на северо-западе было одно очко. Одно очко на северо-западе. Ну, вот у вас как среди команды? Друг друга сами поддерживаете как-то? Ну, разумеется, мы и сами поддерживаем друг друга, настраиваем. И тренер тоже. Перед каждой игрой у нас сборы, он нам разъясняет все, как играть, что играем, кто кого держит. Настрой был, конечно, боевой. И мы понимали, что едем на суперфинал, хотели выступить достойно, показать то, что в округе у нас достаточно хорошо развивается баскетбол, то, что мы умеем играть. Ну, и мы показали довольно неплохую игру. Вы уже, вот, мне хотелось бы уточнить, вот уровень баскетбола, вы уже сами учитесь как-то читать, может быть, соперника, понимать его, да, вот его действия, понимать его схему игры, как он будет действовать или нет. Потому что баскетбол – это достаточно сложная игра, не только в физическом плане, интеллектуальном, на самом деле. Разумеется, пытаемся, но мало у кого это получается. Но это есть тренер, который должен объяснить, что надо играть против той или иной команды. То есть играется либо зонная защита, либо зонный прессинг, либо личная защита, надо выявить сильные, слабые стороны соперника. Что они играют, что они могут сыграть. Да, потому что вот на самом непосредственном суперфинале собрались команды высокого уровня, там слабых команд по существу не могло быть. Все команды представляют регионы довольно баскетбольные. Команды, как минимум, дюж становятся участниками суперфинала. Ну, а в основном это спортклассы и школы Олимпийского резерва, по сути. И вот к каждой игре надо было подходить индивидуально, надо было смотреть, что из себя представляет соперник, вот в первой игре мы соперника не могли увидеть, к сожалению. И в итоге проиграли им одно очко. Мы прилетели, они приехали, игра, вот вроде бы очко в очко, ни одна команда вырваться не может вперед. И в конце очки выпускаем игру. Ну, команда там тоже не слабая с Ивановской области, победитель первенства в Ивановской области. Ну, и, соответственно, в кейсе там они участвуют, выиграли. Дальнейшая игра, вот у нас получилась турнирная таблица, мы играли с командой из Монголии. И с Приморским краем. Да, пока мы играем с Приморским краем, да, с командой из Владивостока, где бы еще можно было подумать, что мы привыли как бы более-менее более или менее по Зеверо-Западу играть, а тут команды со всей страны, получается. Боялись команду из Владивостока, но оказалось нам довольно, ну, оказалось по зубам, так скажем. Переживали, уже права на ошибку после первой игры не было, потому что в верхнюю пульку поднималось две команды, а третьи, четвертые места опускались, играли за девятое, шестнадцатое место. После того, как обыграли команду из Владивостока, как бы вроде настроение поднялось, ну, предстояла игра с Монголами, которые в этот день проиграли два очка Ивановской области. мы эту игру разобрали, ну, вернее, ребята поехали с учителем, а я оставался, смотрел игру, сделал определенные выводы. Команда всю игру в итоге, как мы и предполагали, пропрессинговала, но нам, так скажем, нам хватило терпения, чтобы добыть победу и в итоге подняться в верхнюю пульку. Выигрывали с первое по восьмое места. На следующий день также был разбор, анализ игры команды из Омска, тоже команда Школы Олимпийского резерва. По сути, я считаю, что вот хоть мы и проиграли эту игру с разницей в пять очков, это была у нас лучшая игра на турнире, потому что команда очень сильная, команда, дошедшая до финала, тоже немножко там уступила в концовке другой команде, команде из Школы Олимпийского резерва, команде из Красноярска во главе с заслуженным тренером России. То есть тренерский состав, тренерский коллектив как бы школьных команд, он немножко как бы перекошен в сторону профессионализации. То есть вроде как бы принцип здесь школьного спорта, но на самом деле как бы он на самом деле так и есть на начальном этапе. То есть в регионах массовость, федеральная круга уже, понятно, выходят в федеральный круга те команды, которые занимаются более-менее достаточно баскетболом. И не один, понятно, что год. На стадии суперфинала уже все. Одна команда была, так скажем, школьная, команда из Ингушетии, но она всех получила от 50 до 80 очков разницы. приехала школьная команда, получила wildcard, путевку, так сказать, для парализации баскетбола в Ингушетии и, несовно хлебавшие, отправилась домой. А все игры получились плотные, нервные, напряженные. Вот проиграв Омску, хотя по ходу встречи мы вели, ребят мы пытались перенастроить, переключить, потому что в этот же день приходилось, вот проиграл, играешь в этот же день, выигрываешь, играешь на следующий. Проиграв, нам надо было играть с командой из Кировской области, но тут уже у нас игра не пошла, проиграли мы пять очков сопернику, который был, наверное, все-таки нам по силам. Там был высокий мальчик, метр девяносто пять, метр девяносто шесть, и команда остальная вся была не очень высокая-то, среднего роста, но с ними как бы вот не сложилось. И в итоге получилось, что мы играли снова с Ивановской областью, встречались за седьмое и восьмое место, ну и там мы уже расставили все точки нады, плюс тридцать команде привезли, все-таки наша команда была посильнее Ивановской области. А то, что касается призеров чемпионата, это команды, которые на протяжении пяти, шести, семи лет выступали в первенстве России, команды школы Олимпийского резерва, то есть уровень команд достаточно высокий, также стоит отметить то, что вот команда на Северо-Западе, занявшая первое место Санкт-Петербурга, в итоге откатилась на одиннадцатое место, то есть тут уровень команд очень высокий и плотный получается, так как мы стали седьмыми, мы могли стать, может быть, вот при удачном сегодняшнем обстоятельстве упасть в четверку, а могли бы стать тринадцатыми. Владимир, Ярослав, спасибо вам за интересную, интереснейшую беседу, я думаю, мы с вами еще продолжим диалог о баскетболе, просто эфир у нас тоже время ограничен, на этом мы заканчиваем, я напоминаю, что в студии были сегодня председатели Федерации баскетбола в Нинецком автономном округе Владимир Валерьевич Рочев и игрок команды Полярные совы Ярослав Ерохин. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!